Основы и борьбы Кэрэш Борьба Кэрэш является одним из самых древнейших и распространенных видов единоборств и имеет свою многовековую историю. Эта борьба очень популярна у народов России, в Поволжье, на Урале и других регионах. Она является сердцевиной различных народных праздников, спортивных фестивалей и находится в центре всеобщего внимания. В давние времена состязания по борьбе к Кэрэш проводились по устным правилам. И во все времена главным условием победы считалось оторвать соперника от земли и проведением разрешенного технического действия положить его на спину. О победителях различных состязаний, которых в народе называли пахлеванными батырами, сочинялись легенды. С течением времени данный вид единоборства получил большое развитие. Вместо традиционных состязаний все чаще стали проводиться соревнования. В 30-х годах 20-го века были изданы первые правила соревнований. Сегодня в этом виде спорта существует систематизированная терминология, внедрены компьютерные технологии. В частности, работа секретариата соревнований проводится с использованием специально подготовленных прикладных программ. С 60-х годов прошлого века проводятся первенства и чемпионаты России, всероссийские всесоюзные турниры, а в последние годы и международные турниры. Работает Всероссийская Федерация и Федерации в различных регионах России. Создана Международная Ассоциация Борьбы КРЭШ. Экипировка борца Спортивная одежда борца состоит из футболки или рубашки из плотной материи, соответствующей цвету кушака борца. Спортивных брюк или трико и борцовок. Захват кушака Кушак или пояс является обязательным атрибутом борца в борьбе к кэрэш. Борьба ведется при помощи кушака. Кушак или пояс набрасывается на кистевую часть правой или левой руки. Затем длинная часть кушака перебрасывается другой рукой крест-накрест относительно короткой части. Кладется на ладонь и обхватывается пальцами. Исходное положение борца Борьба начинается с исходного положения, со стойки. И ведется только в стойке. Борьба в партере в этом виде единоборства не ведется. Стойки в борьбе к кэрэш бывают. Высокая стойка. Средняя стойка. Низкая стойка. Под приемом в борьбе к кэрэш понимается законченное техническое действие борца, начатое с исходного положения и проведенное с отрывом соперника от ковра с целью положить его на спину. Приведем самые распространенные приемы борьбы к кэрэш. Бросок прогибом через грудь. Бросок прогибом с зашагиванием за левую ногу соперника. Бросок прогибом с зашагиванием за правую ногу соперника. Основное внимание при бросках прогибом нужно уделять на подход к сопернику, отрыв соперника от ковра с сильным отталкиванием ногами, прогиб и завершение броска. Бросок с подседом в различных вариантах. Завершение приема броском с выводом соперника за спину. Завершение приема броском с маятниковым движением. Бросок с подсадом. Бросок с поворотом спиной к сопернику. Бросок с маятниковым движением. Бросок с вращением соперника вокруг себя. Бросок с скручиванием. В борьбе к крэш разрешается проведение различных приемов, проводимых со стойки без подножек и подсечек. Основные моменты судейства в борьбе к крэш. Жесты судьи. Вызов борцов на ковер. Их представление. Борцы на середину. Приветствия. Начало схватки. Чистая победа присуждается борцу в зеленой форме. Два балла борцу в красной форме. Один балл борцу в зеленой форме. Замечание борцу в зеленой форме. Обоюдное предупреждение. Прием не засчитывается. Засечь время. Борцы по углам. Конец схватки. Порядок проведения встреч. Схваток. Взрослые борются 3 минуты с обычным захватом кушака и 3 минуты на завязанных кушаках. У юношей и ветеранов встреча состоит из двух частей по 2 минуты каждая. Вторая половина встречи проводится с завязанными кушаками. Встреча завершается победой одного борца и поражением другого. Победа может быть чистой или по баллам. Оценка приемов. Один балл борцу дается за прием, в результате которого соперник оказался на груди или животе, бедре или ягодицах, на четвереньках или коленях, Два балла отдаются борцу за прием, в результате которого соперник оказался на боку, касаясь плечом или лопаткой ковра. Если после броска соперник остается на ногах, то этот прием не оценивается. Чистая победа борцу присуждается за прием, в результате которого соперник оказался на спине или на мосту, перекатился через спину, за явное преимущество над соперником с разницей в 5 и более баллов. Чистая победа борцу засчитывается также при неявке соперника на ковер в течение двух минут после вызова, при снятии соперника со схватки после трех предупреждений, при снятии соперника со схватки или с соревнований, за грубое поведение из-за полученной травмы или болезни, за отказ от дальнейшей борьбы. Запрещенное действие В спортивной борьбе «Крэш» борцу запрещается захватывать соперника кушаком ниже поясницы, наматывать кушак на обе руки, В захвате упираться кулаками в живот и в бок соперника. Умышленно не давать захват, прижимая левую руку к себе или придерживая своей рукой руку соперника. При броске соединять руки в замок и делать перехваты. Упираться головой в лицо, голову, грудь и плечо соперника. Наступать на его ноги. Делать зацеп. Проводить приемы со спины соперника. Упираться руками в лицо и грудь соперника. Становиться на колени. Умышленно уходить за пределы ковра и выталкивать соперника за ковер. Подсечки под ножки. В борьбе к рэш падение борца на спину наказывается. Если борец при попытке проведения технического действия, не отрывая соперника от ковра или проявляя ложную активность, оказался на спине, ему объявляется предупреждение. В борьбе к рэш накрывание не считается контрприемом. Оно является лишь защитным действием со стороны атакуемого борца. Он сам не делает реальных попыток провести приемы, а только защищается. Поэтому, если накрывание проводится несколько раз подряд, это действие считается как неведение борьбы со стороны накрывающего борца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добавил субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова